Здравствуйте, братья и сестры! Итак, мы с вами продолжаем разговор о книге «Экклесиаста». Начинается эта книга именованием «Экклесиаста» в третьем лице. Это некто. Слова «Экклесиаста» – сын Давидова, царя в Иерусалиме. Сын Давидов и царь в Иерусалиме – это, без сомнения, Соломон. А дальнейшие слова, уже такие вошедшие в пословицы, «суета, сует», сказал «Экклесиаст», «суета, сует» и всё «суета». Слово «суета» – толкователи библейские, знатоки языков, его в еврейском произношении называют «гевел», говорят, что это слово – одно из обозначений скоротечности, мимолетности, непостоянства. Это, значит, в точном значении слова «суета» или этот «гевел» означает пар. Нечто похожее на авель. Потому что авель – тоже это дуновение лёгкого ветерка. Это такой некий пар такой, значит, нечто непостоянное, такое лёгкое, такое эфемерное, ну, неземное. Как бы не от мира сего. Символами разрушимости, невозвратимости, суетности жизни в Священном Писании является вода мимо текущая, то есть утекающая, немогущая вернуться. Ну, прямо в духе, значит, греческих философов, говорящих, что в одну реку дважды не войдёшь. Или же, например, вода, пролитая на землю. Так одному из царей, женщина, пришедшая пред его лицо, говорит, что «царь, вовеки живи, ты велик и славен, а мы кто такие? Мы вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать». То есть такой очень красивый, образный язык библейский, такой восточный, вот вылитая чаша на землю воды, это вода, пропавшая навсегда, то есть выпить её уже не удастся. Это символ скоротечности. Дым, рассеивающийся от ветра, пар, исчезающий по утру с восходом солнца, роса утренняя, или же, скажем, тень, никогда не стоящая, но вечно бегающая, в зависимости от солнца, вечно бегущая то туда, то сюда. Ну, вернее, в соответствии с движением солнца. Вот этот гевел, это круговращение мира, это то, что утомляет Соломона. Он устал от этого. Он смотрит на это и мучается от созерцания этих вещей. Если природа вообще красива, то не всегда эта красота может утешить человека. Вот, например, царь Давид восхищается природой. Он в 103-м псалме даёт нам целую такую панораму, молитвенную панораму творения мира, которую мы читаем или поём в начале вечерней, там, или всеночного бдения. Но Соломона это не радует. Он перечисляет в том, что там все реки текут в море, море не переполняется, значит, ветер там идёт на север, возвращается к югу и дует обратно. И это постоянство мира, оно его уже, знаете ли, утомляет. Ключевым словом, сейчас вот мы, пожалуй, скажем такую некоторую важную вещь, которая является ключом ко всему тому, что говорит Соломон в данной книге. Ключом ко всей книге, как бы рефреном такой, значит, красной нитью, что ли, да, этого священного текста являются слова «под солнцем». Уже в первой главе Соломон повторяет их несколько раз. Он говорит, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. И дальше, через буквально несколько стихов. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». И дальше опять, буквально через полстраницы. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот всё суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Под солнцем, под солнцем. Если мы потом будем читать дальше, а вы будете читать дальше, я надеюсь, то вы заметите, что это слово, это выражение повторяется очень часто. И это ключ к пониманию этой книги. Ключ в том смысле, что Соломон обозревает окружающий мир, как бы на крыльях ума облетает Вселенную. У человека есть такая возможность. Облететь на крыльях ума весь видимый мир, как говорил Григорий Богослов, как будто он тоже испытывал мир. И у него в стихотворениях есть такая мысль, что «всё, обошёл я на крыльях ума моего». То есть вник в жизнь старика и в жизнь младенца, посмотрел, чем отличаются люди от животных, посмотрел на богатых, на бедных, на тех, кого пронзила стрела в бою, кто утонул в море, когда плыл за прибылью. Как бы во всё пытался вникнуть я. То есть есть такая возможность у человека, у него есть ум. Благодаря этому он может обтекать всё, что творится под солнцем. Но не дали этого. То есть небеса закрыты для человека, если Бог их не откроет. И вот ветхозаветный человек, не имеющий ещё прорыва в вечность, ещё нету дороги в вечность, потому что путь – это Христос. Он есть путь, истина и жизнь. Без него тоска, без него печаль, без него мы во грехах наших. То есть всё плохо без него. Ветхий человек измучен тем, что делается под солнцем. Жизнь печальна, если жизнь только здесь. Если другого мира нет, если есть только этот мир, то это издевательство над человеком. Тогда есть смысл взбунтоваться. И есть смысл вообще отказаться от всего и превратиться в какой-то революционера-бунтаря. Только зачем оно всё? Я вполне согласен с Лермонтовым, который сказал, что жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая смешная и глупая шутка. В случае, если речь идёт только о том, что делается под солнцем. Ещё нет неба и живущих на нём. Ещё нет небесного Иерусалима. Ещё там никто не живёт, скажем так. Ещё нет выхода человеку в некие просторы новые. Во дворы Господни, в дому Отца Моя, в обители много, говорит Господь. Или говорит, что я пастырь добрый, значит, и вот веду вас на эти пажди тучные. Мною кто войдёт, тот войдёт и выйдет, и пажить найдёт. То есть ещё нет этого, нет этого ничего. Дверь не открыта, Иерусалим не построен небесный, и нет ничего того, чем можно утешиться. Под солнцем. От этих слов мы перейдём к важному принципу чтения этой книги. Книга должна восприниматься целиком, полностью. Потому что если дёргать из неё цитаты, то эти грустные цитаты будут идти вразрез со всем духом священного писания. Некоторые любят из неё поцитировать такие вещи. Там, Экклезиаст позволяет себе сомневаться, существует ли бессмертие души. И говорит, кто знает, дух человека идёт ли вверх, душа животных опускается ли вниз. Он сомневается, и Бог позволяет ему это сомнение. Но он ещё не знает, что мёртвые воскреснут. Он ещё не знает, что Христос придёт в мир. То есть всё это для него в известной степени закрыто. Мы не имеем права сомневаться с той же степенью силы и с той же страстностью, с какой сомневается Соломон. Потому что мы люди Нового Завета. И цитировать его можно, только понимая общий контекст книги, а не считая, что это главный такой срез правильных мыслей. Нет, это одно из заблуждений, которые Господь позволил Экклезиасту высказать вслух. Не более того. Или, например, там он говорит, что живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают. Это тоже одно из тоскливых ремарок ветхозаветного человека. Не более того. Это не истина. Это боль сердца, высказанная вслух. Это сомнение хорошего человека, не знающего, что будет дальше. Поэтому мы, цитируя Экклезиаст, должны понимать общий контекст Писания. Экклезиаст не знает ничего небесного. Он знает только то, что творится под солнцем. Поэтому мы с вами, счастливо облагодетельствованные небесным подарком, то есть Евангелием, с точки зрения Евангелия, смотрящего на Ветхий Завет, мы уже не имеем права повторять все эти слова, как будто бы это истина. Повторяю, в этой книге Экклезиаст похож на стоиков, на перипатетиков, на гедонистов, на других философов Греции или Рима, или Китая, скажем, или Индии, потому что он смел в сомнениях и тосклив от того, что правды еще пока нет на земле. Она еще с небес на землю не пришла. Частым, к примеру, в этой книге, таким как бы эпикурейским припевом, являются слова о том, что нужно есть и пить, есть и пить, есть и пить. Значит, в этом, собственно, все есть для человека. Это при всей кажущейся веселости такой, при всей такой, значит, ну, радостной внимательности к плоти, к ее жизни, на самом деле очень грустные слова. Мы сейчас уже, наверное, будем уходить на конец передачи, потому что время наше потихоньку истекает, а я, пожалуй, посвящу этому, этой теме следующую нашу встречу. Но, повторюсь, чтобы вы не забыли, читая «Экклезиаста», не думайте, что вы читаете сборник максимум непреложных и истин. Это сборник тоски, это сборник печальных мыслей хороших людей, которые жили до Рождества Христова. И повторюсь еще раз о том, что, значит, ключевыми словами к этой книге являются слова о том, что написана она всего лишь о том, что делается под солнцем. Солнце же, как известно из Священного Писания, не пребудет с нами вовеки. Солнце в Иерусалиме небесном, в будущем небесном царстве солнца не будет, поскольку светильником этого Иерусалима, града святого, является Агнец, просвещающий собой все. Ни солнца, ни луны, ни храма уже в будущей жизни Иоанн Богослов не заметил, ибо их там нет, потому что нет у них никакой нужды. Так что временное есть временное, вечное есть вечное. И блажен, кто умеет различить одно и другое. Сейчас пока до свидания, а в следующий день соберемся опять в то же время в том же месте, откроем Экклезиаст и будем читать дальше. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова